Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как делается такой элемент, как колесо-винт, колесо-два винта. В принципе, существует два основных метода. Можно делать прямо, вот, разбегаетесь, делаете прямо колесо, вот, в конце приходите, одна нога, вторая нога, при этом, конечно, да, есть разные вариации, как можно крутить. Можно крутить более фулт-вистами, то есть, вы вот так пошли, чем-то немножко будет похоже на бет-висты, и в такой более горизонтальной плоскости крутите. Но я вам буду объяснять, как более крутить, похоже, они будут именно на винты, эти вращения, и мы будем учить их через высоту, то есть, не срывая вниз, а будут через высоту. Можно приходить двумя способами, чтобы у вас две ноги вулком, ну, только не сразу, одна, а потом вторая вас подбивает. Принцип винтовского колеса таковой, что у вас одна нога стала, вторая вас подбила, и это вас вынесло вверх. Вы руки выносите вверх, можно даже посмотреть на землю, и потом скручиваете. Ну, либо просто потянулись вверх, и там уже сверху вы скручиваете, а не вот так сразу их привете. Либо можете, у кого получится вообще, одна нога пришла, и вторая чуть ли не прямо у вас вышла, и вы уже вылетаете с элитом и скручиваете. Объясню с захода полукругом. Он, если его научиться правильно использовать, он будет выносить не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, на вашей винты с колеса. Как же лучше всего сделать этот заход? Вы, для начала, чтобы понять, делайте его с места. Ну, я надеюсь, вы уже отработаете, чтобы у вас колесо было ровненькое, натянутое. После этого учим сам заход. Основные будут три шага. Левая нога, потом правая нога, потом желательно сделать такой вальсет, чтобы будете разгоняться. То есть правая, еще раз направо, и опять левая. Ставите примерно чуть-чуть шире, чем ширина ваших плеч. Этого будет достаточно. Не надо там на шпагат, то есть вам будет неудобно сделать колесо. Ставите так, немножко больше ширины плеч, чтобы вам было удобно заходить на колесо. Как это выглядит? В таком темпе, в котором вы примерно будете учиться делать. Показываю. Левая, правая. Еще раз направо, немножко, как будто вальсет, как с рандата сделали. Пришли по одной из колеса, отбили, потянулись руками вверх, сделали. Отрабатывайте этот заход, сначала с места, потом можете немножко с разгон. То есть разанализ, и в конце вот этих самых три шага. Еще раз показываю. Раз. Раз. И оно вас уже начнет как само выносить. Если вы будете правильно подвивать, вас начнет само выносить вверх. Так, выучили заход, потренировали, пока будете делать уверенно. Потом, либо на песке, либо в зале. Очень удобно было бы в зале на ровном попробовать и постелить мат. То есть, после толчка, чтобы вы примерились, у вас маты сразу лежали. Вот это было бы вообще лучше всего, так учиться. Приходим к самому элементу. Я понимаю, что первый раз будет тем, кто никогда не пробовал, немножко непривычно, сложно. Но, если вы будете учить по такой технике, у вас сразу появится высота. Вы будете сразу вылетать вверх. И вам уже будет проще в полете, больше запас времени понять, что и как прокрутиться. Стараемся, когда уже начинаете делать, переходить по одной. Демонстрирую, как это должно потом выглядеть. Вот, как видите, я взял вообще небольшой разгон. Буквально вот эти три шага. Подбил себя ногами. Вымахнул руками вверх. И вылетел. Еще раз показываю. Если вы еще пронесете ногу после этого, как я сейчас сделал, придете, а эту пронесете, вас уже начнет носить на следующие трюки. Вот. Ну, после этого делайте, делайте, учитесь. После того, как вы уже уверенно начали делать колесо винт по одной, вы уже контролируете, все хорошо. Пробуйте сложить две ноги, попробуйте сделать, как бы, полтора, чуть больше. Вот. Вот, видите, уже получается полтора. Такой немножко ту легом полтора получается. Вот. Как же теперь сделать два винта? По такому же самому принципу. Можете взять больше разгон, в конце те же самые три шага. Одна нога пришла, вторая. Подбили, вылетели в высоту. Как только почувствовали, что вы достигли максимальной точки, уже можете больше сложиться. То есть, две руки вот здесь вверху, вы вылетели. Постарайтесь вылететь. Можно сбоку, постарайтесь либо боком, либо передом. Самое главное, две руки максимально вверх вытяните. Вылетели, да? Почувствовали максимальную точку высоты вашей? Сложили полностью тело. Руки сюда понесли. А, еще одно. Когда вылетели, обязательно, особенно первые разы, первые разы, вылетели в максимальной точке, немножко сгорбатьте тело, немножко. Это вам поможет войти, как бы, в сальто. Ну, представьте, все равно, что вы как будто вылетели на переднее сальто, и через это переднее. Ну, не обязательно уметь даже колесо переднее, на самом деле, чтобы делать колесо вверху, но все же. Вы вылетели, почувствовали максимальную вашу высоту, немножко сгорбатились. Сейчас покажу колесо два винта с захода прямо. Оно, в принципе, как ронда, два винта, только с ронда, так и получается. Вы приходите задом, выходите чисто вверх, вылетаете, даете по ровному планшу, и потом, после того, как вы зашли в основу, крутите. А здесь, получается, делаете с разгона колесо, как я вам показывал. Можно, кстати, немножко наискосок делать колесо, а можно ровно. Это вы, смотрите, экспериментируете, как у вас будет лучше вращение, и лучше вы будете ставить. То есть, одна нога подбила, вторая тоже вылетели туда, просто с прямого заходят, показывают. Развивайтесь, подписывайтесь на новые видео, будут еще обучения на разные элементы. Удачи вам, всем пока!